Привет всем, дорогие девочки и мальчики, мужчины и женщины. С вами Александра и собачки на заднем плане. Сегодня мы будем разговаривать с картами Таро о токсичных отношениях. Я попросила карты показать нам пару, которые находятся в токсичных отношениях. Что я имею в виду под токсичными отношениями? Это отношения, когда вы остаетесь вместе и вы не счастливы вместе. То есть у вас есть какие-то взаимовыгодные условия, которых вы придерживаетесь и не хотите нарушать. И вместе с тем вы все время жалуетесь на то, что у вас плохие отношения с вашим супругом или в ваших отношениях с партнером. То есть токсичные отношения, когда у вас есть право и возможность выйти из этих отношений, и ни один этого не делает. И мы поговорим с картами Таро на колоде этой прекрасной, которую я выбрала, возможно, подсознательно в связи с вирусом, который пришел из этой древней страны, Чайна, китайская Таро. Ну вот, один из партнеров предоставлен, здесь представлен королевой жезлов. Это может быть сама женщина, но это может быть и мужская сторона. Мы посмотрим. Потому что женщины могут быть так же инициатором токсичных отношений, как и мужчины. А байоса у меня здесь нет. Королева жезлов – это женщина, которая контролирует свои эмоции. Не сказать, что они у нее всегда гладкие и спокойные, нет. То есть она очень легко может взорваться. Она же у нас здесь в прямом виде, да? Она может очень легко выйти из себя, но также легко и остыть, как спичка зажглась и погасла. Это женщина, которая легко входит в доверие, потому что внешне она выглядит, что она очень сочувствует. То есть она может очень легко поддаться, например, влиянию друзей, потому что она популярная, и она хочет продолжать быть популярной. То есть она хочет быть лидером, она умеет это сделать. Она уверена в себе, в своих способностях, и очень-очень независимый человек. Она очень хорошо знает свое влияние на других людей и свои задачи и цели. Если этот человек в отношениях думает о себе, то он будет 100% об этом знать. То есть это он делает не случайно. Поясняющая карта в этой колоде. Шестерка Пентакли очень интересная. Она показывает богача, сидящего и только раздумывающего давать свое богатство пожертвования или не давать. Обычно на колоде Шестерка Пентакли в других колодах нарисован человек-благотворитель, раздающий монетки, бедным, по заслугам. Здесь же в этой колоде нарисован человек, который придерживает свою раздачу. Возможно, ему нравится сама идея благотворительности. Как он будет выглядеть, потому что здесь же все-таки королева жезлов. Как она будет выглядеть, или он, этот человек, когда все будут знать, какой он щедрый. То есть это может быть мнимая щедрость. То есть gratification, ну или удовольствие человек получает от того, что он думает о себе, а не о других людях. Поскольку задача у карт была показать токсичные отношения, значит, мы должны выбрать из Шестерки Пентакли в прямом положении какие-то объяснения, почему человек так действует, почему он очень селфиш, ну или такой самовлюбленный. Видите, здесь женщина-королева жезлов. Она довольно пожилая женщина, и она все еще несет павлини перья. То есть она все еще верит в свою красоту и достойно несет ее, да, хотя она уже с палочкой идет. То есть этот человек очень самовлюбленный. Этот человек использует ресурсы свои для того, чтобы погладить свое самолюбие также. То есть он делает маленькие, очень маленькие какие-то вещи, подарки, поступки, и хочет взамен, может быть, получить гораздо больше. Он считает, с его точки зрения, что это справедливо. С другой стороны, четверка Пентакли показывает. Ну, во-первых, Пентакли показывает, что человек довольно-таки зациклен на материальном. Он использует материальные вещи, деньги, свое положение для достижения руководства над другими людьми. То есть он использует это как силу, свой материальный доход, успех. Несмотря на то, что этот человек довольно состоятельный, он очень держится и не рискует. Он очень держится за свое богатство, да, не рискует своим положением. Экономит практичный очень человек. То есть к партнеру этот человек очень будет относиться так, цепляться. Может быть, знаете, за каждую монетку, за каждый вложенный рубль он будет требовать отчета, чтобы его партнер знал, кто, в общем-то, в доме хозяин. В общем-то, Пентакли показывает, что этот человек не агрессивный, но в то же время очень скучный. В самом деле, девятка жезлов говорит о том, что у этого человека есть очень много сомнений в себе. И он их скрывает. То есть как бы нападение лучшее средство защиты. То есть он, с одной стороны, мы видим на картинке, да, вроде бы он защищается от этих летящих палок, но вместе с тем он ставит ногу свою вперед. Этот человек, ну, ищет себе, я бы сказала, развлечения, используя свои деньги. То есть он вкладывает какие-то маленькие ресурсы, и хочет, чтобы его, может быть, развлекали в отношениях, чтобы, может быть, ну, ему подчинялись, то есть он подчиняет, используя свои материальные ресурсы, да. А на самом деле у человека нет совсем безопасности внутренней. То есть поэтому он и держится за эти монетки очень-очень сильно, потому что ему очень страшно остаться без них. Тогда он будет знать, и он знает это, что у него влияние его на партнёра иссякнет, потому что ему больше, в общем-то, нечего предложить. Здесь чувств нет, чувств нет, а также большого ума здесь нет. Наоборот, человек довольно, довольно-таки, ну, по-детски может себя вести, обижаться, закрываться, вспыхивать, как я быстро говорила, и быстро погасать, да. Здесь выпадает перевёрнутый рыцарь мечей, который говорит о необдуманных поступках, когда он может быть грубым, беспардонным даже. И человек, ну, не поскупится словами, чтобы нанести какой-то удар. Может быть, даже иногда, знаете, как нападает из засады, то есть подставляет вас в какие-то моменты, может быть, делает, может быть, даже, ну, не то, что здесь не сплетничает, а здесь, может быть, говорит просто напрямую неправду, неправду, и какие-то делает логичные обоснования, чтобы надавить на своего партнёра, говоря неправду. Но здесь получается абьюзив такое, как бы, поведение, когда человек может использовать свои слова для того, чтобы загнать другого человека в угол. Или, может быть, другой человек настолько восприимчивый, что он даже верит уже неправде, когда на него надавливают, а вление производят. То есть этот человек защищает свои позиции, защищает своё маленькое эго, которое внутри него живёт, и никогда не развилось, может быть, его никогда по-настоящему никто не любил в детстве, скорее всего, потому что всё идёт из детства у нас психологически. И он вырос уже в большого человека, это может быть мужчина или женщина, но он всё так же не может не любить другого, ну, и также и себя самого в том числе. Давайте посмотрим на другую сторону. Следующий партнёр, который у него, какой человек ему попался, и почему он с ним всё ещё находится, почему они терпят друг друга, потому что здесь должен быть какой-то союз. В токсичных отношениях в любых есть какое-то всё равно, может быть, соглашение, негласное соглашение. Двоим людям должно быть каким-то образом удобно, или они должны каким-то образом удовлетворять свои потребности. Может быть, даже они неправильные, но они должны их удовлетворять. Удовлетворять друг друга. Потому что обычно в токсичных отношениях есть возможность одному из партнёров или каждому из вас из них выйти из этих отношений, но тем не менее они держатся друг за друга по каким-то причинам. Давайте посмотрим, почему. Второй человек, который в этих отношениях попался, очень мягкий, очень добродушный, очень, может быть, ласковый, добрый. У него есть желание к жизни относиться легко. Может быть, этот человек употребляет алкоголь для того, чтобы, в общем-то, выйти из сложившейся ситуации, ситуации давления и, может быть, манипуляций и, может быть, словесного насилия. Этот человек, может быть, скрывается к друзьям, к алкоголю, но иногда к друзьям или подругам. Мы не знаем, кто здесь мужчина, кто женщина. Может быть, это вам решать. Если вы знаете какую-то пару, которая похожа на эту, то наверняка вы понимаете, о чём я говорю. Человек может быть даже склонный заводить какие-то отношения на стороне только для того, чтобы избежать своего партнёра, как-то от него уйти. А здесь выпадает карта «Мир». По идее, это очень чудесная карта. Она говорит о том, что второй партнёр довольно мирный тоже, можно так буквально трактовать. Правда? Но и также он говорит о том, что этот человек будет всегда использовать свои возможности в мире. То есть он может состоять как за шермой, или, может быть, финансово, или просто как за шермой, что я человек замужний или женатый, как за шермой в этих отношениях. А в самом деле наслаждаться своим успехом вне, где-то ещё, за пределами. То есть он будет разделять свои отношения в семье, несмотря на то, что они токсичны, и будет спокойно развивать свои отношения где-то там, в мире, на стороне. И нам выпадает у этого человека карта колесница. Но колесница – это поступки действия, это быстрые поступки, быстрые действия. Это как бы двигатель человека, когда он, в общем-то, целеустремлённый и отправляется за тем, за тем, что ему нужно. То есть второй человек знает, что отношения неудачные сложились, как я и сказала, но, по всей видимости, тоже довольно материалистичны и получает от своего партнёра, может быть, то, что именно ему нужно. Извините. Извиняюсь, собачки мои, должна была утихомирить их. Знаете, я подумала, пока я отошла на секундочку, что этот человек знает, что он делает. Он удовлетворяет свои какие-то потребности, несомненно, в этих отношениях. Что-то он получает. Может быть, даже и безопасный секс. Потому что у него тоже, видите, выпадает паш мечей перевёрнутый. Паш мечей перевёрнутый – это страх перед… С одной стороны, у него перемены судьбы происходят быстро, очень. А с другой стороны, у него есть какой-то такой животный страх перед переменами, перед изменениями. То есть он всё время происходит, как происходит, проходит какую-то трансформацию. То есть он или всё время учится, или учится и бросает. У него может быть бесконечное количество работ. Он начинает что-то и не заканчивает. А также этот человек склонен говорить неправду. То есть он очень легко может, знаете, чтобы вывести себя из какой-то ситуации, он запросто может прибегать просто к вранью, говорить неправду. То есть эти два человека, которые соединены друг с другом, они где-то, ну как у нас и у всех, у них есть и достатки, и недостоинства у каждого человека. Но просто вот эти качества, которые карты нам показали, я ведь спросила, показать нам токсичные отношения, что этих людей держат вместе, и почему они всё ещё не расстались, и чем это всё может закончиться. Здесь может быть также, что у второго человека большое влияние отца. То есть отец, как, может быть, образец поведения. То есть это может быть отец, если это женщина, например, что это может быть отец, или какие-то, может быть, отношения такие очень строгие и ограничивающие в детстве. И это привело эту женщину такого же мужа себе выбирать, или такого же партнёра, который командует ей, что делать и как делать. И вроде бы этому человеку легче от этого. Ну или мужчина может быть также под каблуком у женщины, но просто ему так легче, ему так легко, у него меньше ответственности. То есть он ездит, куда ему нравится, делает, что он хочет, а вне дома он счастлив полностью, абсолютно, а домой приходит и врёт, например, о своих приключениях. Это могут быть и лёгкие связи, это может быть и флирт, это может быть алкоголь. И вот карта показывает нам, чем эти отношения, в конце концов, могут закончиться. И нам выпадает такая несчастная карта, двойка пентаклей, когда два человека уже не в силах держать баланс, их ничего абсолютно не связывает. Говорят, что когда жонглёр бросает, уронил свои мячики, которые он жонглировал, dropped the balls, когда уже основа отношений, у которой нет никакой основы, базиса в этих отношениях, здесь чувства не показаны. То есть это говорит о том, что когда два человека сошлись, они заранее видели, что они могут манипулировать каким-то образом друг другом. И поэтому, когда отношения строятся на каком-то селфиш, может быть, расчёте, то вот она карта и показывает, что эти люди не будут стараться, то есть они какое-то время будут удовлетворять свои потребности, а потом они уже просто остановятся и не будут стараться больше этого делать. Почему здесь выпадает отшельник перевёрнутый? Когда отшельник перевёрнутый, это говорит о том, что эти люди не нашли то, что искали. Им казалось, казалось, что эти отношения могут привести каждого из них к тому, что они хотят, или к той жизни, которую они хотят, на самом деле они просто глубоко-глубоко разочаровались. То есть в корне сам первый позыв, когда эти люди стали вместе находиться, пришли в контакт, он у них был неправильный. То есть не то, на чём нужно основывать отношения, особенно между мужчиной и женщиной. То есть это дисконнект, когда люди не соединены, они не соединены, их не соединяет ничего. Особенно, особенно их не соединяет ничего духовного. То есть у них в этих отношениях душа просто как будто бы не участвует. Они как будто бы её спрятали за тяжёлой мантией, или как этот отшельник, но он здесь перевёрнутый. Видите, кстати, на карте отшельника очень много чёрного. Вообще это дерево, но оно вот такое чёрное, как будто оно гнилое из корней. То есть оно выросло таким. Два человека его поливали, холили и построили уже на очень плохой основе. И поэтому результатов, ну вот плодов, оно точно не принесёт в таком чёрном виде. Так что вот, мои хорошие, отношения токсичные. Отношения токсичные. Ну, вывод такой я бы сделала, что токсичные отношения случаются тогда, когда два человека вступают в эти отношения, основываясь на неправильных посылах. То есть у них нет любви, у них нет доверия, у них есть какой-то расчёт или, может быть, какие-то свои слабости. Они хотят замаскировать в этих отношениях. Вот и всё. Так сказали карты. Так я их прочитала. С вами была Александра. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok